В эфире «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. В Самаре начался судебный процесс по громкому делу 28-летнего уроженца Ямала-Ненецкого автономного округа Харитона Горячкина. По данным следствия, в результате действий подсудимого погиб трехлетний ребенок. Все произошло 31 января этого года в одной из квартир дома на проспекте Кирова в Самаре. Подробности в нашем сюжете. Находясь за решеткой в зале суда, Харитон Горячкин мечется из стороны в сторону. Какие в этот момент его посещают мысли, остается только догадываться. Лица от камеры он уже не прячет, но все же адвокат настаивает убрать прессу. Ваша честь, мы возражаем против проведения съемки в ходе судебного заседания и просим удалить прессу. Никаких оснований для этого не нашлось. Журналисты остаются. Через несколько минут в зал заходит бывшая сожительница подсудимого, мама погибшей Василисы Бритвиной. 21-летняя мама погибшей девочки Наталья Бритвина, которая сейчас проходит по делу как свидетель, отказалась давать показания в присутствии камер. Суду она пояснила, что периодически на протяжении месяца, уходя на работу, она оставляла ребенка с Горячкиным. После этого на теле девочки появлялись новые синяки, ссадины и даже ожоги. Но всему этому находилось какое-то объяснение. За несколько дней до трагедии Горячкин избил их обеих. Почему даже после этого Наталья не рассталась со своим возлюбленным и не забрала ребенка, она так и не смогла пояснить. В суде допросили и бабушку девочки. Женщина призналась, знать не знала, с кем в последнее время встречалась и жила ее дочь. Имя Харитона Горячкина услышала лишь в день трагедии. Из результатов экспертизы следует. Трехлетняя Василиса Бритвина умерла от разрыва печени. По словам ее матери, за несколько дней до смерти дочери в съемной квартире, где они жили, Горячкин сильно ударил ребенка в живот. А вот представители органов опеки и отдела по делам несовершеннолетних, ничего необычного в поведении Горячкина не заметили. Хотя дома у семьи были, после того, как ребенок побывал в больнице с рассеченным подбородком. Свою вину Горячкин признает частично, говорит, никогда не издевался над ребенком, а просто ставил в угол и шлепал иногда в воспитательных целях. Этот человек уже был дважды судим за сбыт наркотиков и кражу. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы. По делу будут допрошены еще более 10 свидетелей. Не захотел оплатить полторы тысячи штрафа, заплатит 25. В Кировском районе Самары сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и инспекторы ДПС задержали автолюбителя, который, желая уйти от административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, пытался дать взятку 400 рублей полицейскому. Инспектор предупредил, что это незаконно, но мужчина продолжил настаивать, за что и был привлечен уже по уголовной статье. Нарушитель не учел, что разговор записывается на видеорегистратор, которые сейчас установлены во всех патрульных автомобилях. За семь месяцев этого года в Самаре возбудили три уголовных дела задачу взятки инспектору ДПС. Любая попытка склонения сотрудников ГИБДД к совершению коррупционных правонарушений может иметь уголовное преследование для граждан, нарушающих закон. И хотелось бы добавить, что незнание законодательства, закона, не освобождает от ответственности. Поэтому соблюдение всех норм российского законодательства должно стать аксиомой для всех участников дорожного движения. Крупный пожар произошел в Самаре на улице Печорской. Огонь из квартиры в двухэтажном доме быстро перекинулся на крышу. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте работали 25 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. По информации спасателей, пострадавших нет. Причины и ущерб устанавливаются. Хотели заработать преступным путем? Вместо этого пойдут под суд. В Тольятти полицейские пресекли производство контрафактного моторного масла, выдавали которое за продукцию известных марок. По версии следствия, причиненный ущерб правообладателям товарных знаков составил около 800 тысяч рублей. Продавали подделку по всей Самарской области. Магазины уже выявлены. При обыске склада было изъято более 50 тонн масла и более 2000 бочек и канистр с наименованием. По результатам проведенных мероприятий, следственная часть в следственном управлении УМВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 180. Незаконное использование товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Борьбу за спокойствие горожан продолжают вести силовики и общественники в рамках программы «Территория без наркотиков». Все ли спокойно в Октябрьском районе, расскажет наш корреспондент. Двор по проспекту Ленина 6. Здесь спокойно, но местные жители уверяют, это временно. Выходные все на природе, а по будням вечерний покой нарушают шумные компании. Детская площадка превращается в бар под открытым небом. И нам некуда деться, да, милочка? И мы уходим оттуда. Вот нас с Ниной Ивановной буквально вчера оттуда выгнали. Мы с ними не связываемся. Вот положа руку на сердце, боимся. В таких случаях нужно обращаться к своему участковому или вызывать полицию, говорят силовики. Во дворе на Ленина 4 пикник организован прямо на столе для пинг-понга. Алкоголя на первый взгляд нет, но общаться с журналистами здесь категорически отказываются. Под эгидой прокуратуры, мы ходим, рейдом. У меня согласия не давалось на съемку. Еще одну застенчивую кампанию встречаем во дворе на улице Осипенко. Молодой человек, там так спортивная площадка. Не надо, камеры снимают. От нас все ходите, от меня, лично. Для начала хотя бы, чтобы вы закрыли бутылку пива. Закроют. Переместились куда-нибудь подальше от спортивной площадки. Перемещаюсь. И что дальше? Протокол 500 рублей. Пожалуйста. Кодекс об административных правонарушениях запрещает курить, пить спиртное и вести себя вызывающе в общественных местах. К ним относятся скверы, парки, дворы и детские площадки. Штраф 500 рублей. Впрочем, он мало кого пугает. Этот мужчина, вероятно, уже не первый раз совершает экскурсию в отдел полиции для составления протокола. Силовики и общественники в такие рейды они выходят не реже, чем раз в месяц. Говорят, цель не наказать, а предупредить. Само появление стражей порядка над дебоширов порой действует отрезвляюще. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok